Привет, ребята! Это Настя. Я так рано, что у меня опять начинает появляться красивый фон. Мне этого так не хватало на протяжении всего года. Сейчас, в ближайшие месяцы, вы сможете наблюдать, как мы постепенно обставляемся мебелью, и я ищу в каждом видео, наверное, какой-то новый угол в своей квартире, чтобы найти, где же я буду большую часть времени снимать. Вот так что пишите ваши комментарии, где вам больше нравится — на террасе, как вы видели в последних видео или, можно, здесь. Ну а сегодня, ребята, я хочу продолжить тему сна. И сегодня я хочу рассказать вам про разные внешние субстанции, такие как снотворное, мелатонин, алкоголь, кофеин и как они влияют на сон. Если вы не смотрели моё предыдущее видео про сон, где я рассказываю про разные фазы сна, я вам очень-очень-очень-очень советую его посмотреть. Я его здесь залинклю. Там я объясняю, почему мы можем проспать восемь часов и всё равно чувствовать себя совершенно разбитыми. Какая разница, ложимся ли мы в девять часов вечера и спим до шести утра или ложимся мы там в полночь, за полночь и спим до девяти часов утра. Это очень важная информация, и это достаточно свежие исследования про сон, которые только в последние десятилетия мы эти вещи узнали. И очень важно их знать, это не что-то, чему нас могли научить наши родители, потому что в то время, когда нас учили, например, гигиене сна, если нас вообще этому учили, этих данных ещё не было. Сегодня я поговорю про субстанции. Давайте начнём с фармакологического способа заснуть, и это снотворное и мелатонин. Про снотворное, ребята. Снотворное — это класс лекарств, которые называются седативные гипнотики. И называются они так, потому что когда мы принимаем снотворное, всё, что происходит — это наш кортекс, он отключается, и мы как бы теряем сознание, мы находимся без сознания. И очень важно понимать, что лекарства, которые сегодня, снотворные, которые сегодня существуют — это всё, что они делают. Они приводят нас в состояние без сознания. И состояние без сознания никоим образом не равно сну с точки зрения процессов, которые происходят в головном мозге, когда мы спим по-настоящему, а не когда мы просто находимся без сознания в ходе принятия снотворного. Но более того, что очень важно, это то, что… Я, например, два года назад я ещё этого не знала, при том, что у меня были люди в семье, которые принимали снотворные. Но снотворные имеют редкий, но ужасный побочный эффект того, что ты находишься в без сознании, но ты делаешь какие-то когнитивные вещи. Например, ты садишься за руль, ты пишешь имейлы, ты делаешь звонки. И это как бы… Вы представляете потенциальный риск, которому человек, принимающий снотворное, себя подвергает и подвергает других людей или своих близких, если такие поведения, как ты садишься за руль, происходят без сознания. И кроме того, ребята, что такой сон не несёт пользы, такой сон приводит к рискованным поведениям, принятие снотворных также коррелирует с раком, с повышенной смертностью и с пониженной пластичностью, в особенности в развивающемся мозге детей. Я всегда… Вы знаете, я очень люблю Мэтт Уокера, и он всегда подчёркивает, что он не антифармакологичный. Вопрос не в этом. Вопрос просто, что этот класс лекарств — идея хорошая, снотворная. Казалось бы, потенциально идея хорошая, но то, что мы имеем, — это даже не близко аналог сну. И я вас очень-очень-очень-очень сильно призываю, чтобы ни вы, ни ваши близкие, ни ваши друзья не принимали снотворное без очень чёткого назначения врача, понимая полностью все риски, которые с этим связаны. Вторая субстанция, о которой вы меня очень часто на самом деле спрашиваете, — это мелатонин. Мелатонин вообще — это гормон, который наше тело само вырабатывает как регулятор sleep-wake cycle, то есть цикла пробуждения и цикла бодрствования, и он натурально вырабатывается пенил-гленд в нашем мозгу, когда начинает темнеть. Но в определённых случаях как краткосрочный способ борьбы с бессонницей, если она идёт в ходе, например, джет-лега или в ходе шифтовой работы, это как когда ты в ночную смену, например, работаешь. Мелатонин также используется у людей 50 и старше, потому что чем старше мы становимся, тем наш циркадный ритм становится слабее. В том плане, что мы просыпаемся и чувствуем себя не полностью отдохнувшими, вот эта усталость, она длится на протяжении всего дня, а спим мы также почему-то не так глубоко и не так хорошо. Кстати, мы не знаем до сих пор, что первично, потому что, может быть, мы… процессы старения и болезни, какие-то связанные с возрастом, они становятся результатом того, что мы хуже и хуже спим, или наоборот, мы хуже и хуже спим от того, что мы начинаем стареть. Как бы непонятно, что здесь первично и на что мы можем влиять как защита от старения, очень интересная тема на самом деле в нейробиологии сна, но вот для людей старше 50-ти может также использоваться мелатониновая терапия. Как он работает, мы не знаем наверняка, но одна из теорий – это то, что, может быть, мелатонин гипотермичен, то есть он понижает температуру нашего тела, и таким образом мы можем заснуть. Я вам рассказывала в ещё одном видео, где я рассказывала про факторы, которые являются… что нужно делать для правильной гигиены сна, что температура нашего тела для того, чтобы заснуть, должна опуститься на 2-3 градуса по Фаренгейту. То есть оптимальная температура в комнате должна быть 18 градусов для этого. И, может быть, мелатонин помогает понизить температуру нашего тела, когда мы засыпаем, может, такой механизм его действия. Но, ребята, я сама лично, так как я… мне не больше 50, я не работаю на шифтовой работе, и джетлаг у меня относительно редко – несколько раз в год, только когда я из Америки в Европу перелетаю. Я не использую мелатонин, не использую я его по двум причинам. Первое – это то, что мы не знаем до конца, есть ли какие-то дозы или частота использования, которая приведёт к… на английском это называется downregulation of собственной продукции мелатонина. Мы не знаем до конца, происходит ли downregulation с мелатонином или нет. Это первое. А второе – это то, что мы знаем, что есть дозы, которые считаются безопасными. Это от полмиллиграмма до трёх миллиграммов самое большое. Но проблема в том, что мелатонин, как и все другие добавки, они нерегулируемые. По крайней мере, в Америке… Я не знаю, в каждой конкретной стране. Может быть, в стране, где вы живёте, это всё регулируемое. Но лучше начинать с позиции, что это нерегулируемое, и потом узнать, что «Окей, нет, у нас это всё проверено, мы точно знаем, какой состав». Потому что в Америке, когда они делают тесты, содержание даже не просто в разных брендах, а в баночках одного бренда, разнится содержимое от 80% того, что указано на коробке до 470% в пять раз больше того, что указано на коробке. То есть если там написано, например, что это три миллиграмма, и вы думаете, что вы принимаете три миллиграмма, а в этой конкретной партии оказалось 15 миллиграмм — упс, то это проблема. Но мелатонин — это один из факторов. Другие факторы, например, это температура, это свет. Вот я вот… Обязательно тоже… Это второе видео из этой серии про сон, где я рассказываю про факторы гигиены сна, посмотрите его также, которыми я могу влиять на качество своего сна. Поэтому я не принимаю мелатонин, но я использую другие рычаги, которые более безопасные, о которых я в том видео рассказывала. Алкоголь, ребята, очень важная субстанция, очень важно знать, как она влияет на наш сон. Я сразу хочу сказать, что я не хочу быть prescriptive, я не хочу сказать вам, не пейте алкоголь, или пейте его в таком количестве, или пейте тогда-то. Вопрос вообще не в этом. Невозможно вести правильный образ жизни, whatever it is, 24 на 7. Иногда я там скажу, сладкое — это вредно, и потом, Настя, но ты же ешь торт, ведь сладкое — это вредно. Yes! И я буду есть торт. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы должны знать, какие риски с этим связаны, и в конечном итоге это, конечно, повлияет на наше поведение. Но это не значит, что мы сейчас на 100% не будем есть сладкого, не будем сидеть в интернете, не будем пить алкоголь. Дело не в этом. Но давайте поговорим, как алкоголь влияет. Самое первое — это то, что алкоголь вообще действует на те же рецепторы, на какие действуют и таблетки для снотворного. Тот же самый механизм действия — алкоголь является седативным в плане сна. Я… Окей, давайте я вам расскажу эту историю. У меня был такой ужасный год, когда я уходила из консалтинга. Просто ужасный, ребята, ужасный. Я была на проекте на протяжении месяцев и месяцев, когда мы заканчивали в пять утра, а не дай бог я бы пришла на работу после восьми, потому что у нас был странный PM, которому не нравилось, если ты после восьми приходишь. И вот ты в пять приходишь домой, у тебя трясутся руки, потому что ты уже неделю в пять приходишь домой. И Рома тогда работал на других проектах. То есть я приходила… Ну в другой стране. Я приходила… Я была одна в квартире. Я открывала банку пива, просто выпивала банку пива. И только так я могла заснуть, потому что иначе я бы пролежала до 7.30 в постели, а мне надо вставать и ехать на работу. И так и длилось несколько недель. Каждый вечер я так засыпала. Теперь я знаю, почему. Потому что алкоголь, он седативный. И я не была пьяная, ничего такого. Оно просто… Это седативное действие. Дело с алкоголем, что происходит — это то, что он очень сильно фрагментирует наш сон. Мы даже не отдаём себе отчёты, когда мы просыпаемся. Я вам рассказывала про трекер, который я ношу. Например, сегодня я проснулась и узнала, что я 19 раз просыпалась за ночь. Я этого не помню. Пару раз помню, но не 19 раз. Мы не помним, когда мы просыпаемся. Но мы просыпаемся, и это очень негативно сказывается на нашем здоровье. Кроме того, что он просто фрагментирует сон, алкоголь подавляет васапрессин. А васапрессин — это гормон, который, кроме всего прочего, контролирует, насколько мы часто бегаем в туалет. И ты ночью ещё просыпаешься потенциально из-за того, что ты хочешь сходить в туалет. Более того, алкоголь блокирует рэмсон. Я вам рассказывала в видео про фазы сна. Обязательно посмотрите его. Что рэмсон… Кстати, я это там не рассказывала. Вот я сейчас вам расскажу. Рэмсон эволюционно появился гораздо позже, чем нон-рэмсон. Не рэмсон. Мы видим его у рыбок, у насекомых, у человека, у нас. Мы это все разделяем. Но рэмсон есть только у млекопитающих и у птиц. И считается, что это сон, который присущ более сложной нервной системе. Сейчас учёные думают, что рэмсон регулирует наше эмоциональное состояние. Он регулирует ночью те отделы мозга и связи в мозгу, которые… амигдал наши задействованы, которые участвуют в эмоциональном регулировании. Нарушение рэмсона приводит к беспокойству, к депрессии и к суицидальности. И алкоголь как раз блокирует этот рэмсон. Если, может быть, у вас есть Apple Watch или браслет, который тречет в сон, или кольцо, которое тречет в сон, посмотрите, обратите внимание, как у вас меняются параметры сердцебиения, HRV и respiratory rate — количество дыханий в минуту в течение ночи, в те ночи, когда вы пьёте алкоголь. Всегда алкоголь негативно влияет на эти параметры. Кстати, меня очень часто спрашивают, как я отношусь к алкоголю. Ребят, я выросла в культуре, где алкоголь — это часть культуры, это культурный пласт, это история, это, не знаю, агрикультура. То есть я очень хорошо отношусь к алкоголю. Так же, как я к музеям, наверное, отношусь. У меня нет никаких негативных коннотаций с алкоголем, как, например, я знаю, есть в Америке или, насколько я понимаю, например, в России. Но при всём при этом… Я просто не очень люблю вкус алкоголя, у меня как-то не развилась эта культурная часть во мне. Поэтому я готовлю с вином, но как-то очень редко раз в месяц, два раза в месяц и раз в два месяца могу его пить. Просто мне невкусно. Ну как бы, к сожалению, мне невкусно иногда, когда я в каком-то очень крутом, не знаю, Michelin ресторане во Франции, то я чувствую себя необразованной из-за этого. Но it is what it is, I am what I am. Поэтому в моём личном случае я как пила, не знаю, свой один бокал в месяц, в два, так я и буду его пить. Но, по крайней мере, я буду знать на следующий день, если я себя чувствую хуже, я, во-первых, буду знать, почему это происходит. Ну и также те мои люди в моей семье, которые больше пьют, например, которые пьют вино за ужином, может быть, каждый вечер или много раз в неделю — это та информация, которая, мне кажется, им очень полезна. Ну и последняя внешняя субстанция сегодня, ребята, — это кофеин. Я делала видео про то, как кофеин влияет на нашу центральную нервную систему. Я оставлю его где-то здесь. И в этом видео я рассказывала, что в течение дня наше тело производит и у нас накапливается аденозин. И когда весь аденозин присоединяется к аденозиновым рецепторам в нашем мозгу, это для нас сигнал, что мы устали, мы хотим спать, мы ложимся за ночь, весь аденозин выходит, опять рецепторы стоят пустыми, мы просыпаемся, мы отдохнувшие. Что происходит с кофеином? Кофеин прицепляется к рецепторам. Рецептор — это, можно сказать, ворота. Кофеин — это мяч. Кофеин очень похож по структуре на аденозин. Он попадает в аденозиновые ворота и не даёт аденозину уже попасть в это место. Таким образом мы не испытываем усталость. Это не то, что у нас больше сил. Мы просто не чувствуем нашей усталости, потому что рецепторы… Кофеин забил рецепторы, и аденозин не может к ним присоединиться, чтобы сигнализировать эту усталость. В проблемах кофеинов на том, что у него очень длинный… Как это называется? Срок вывода из организма. То есть полужизнь у него шесть часов. То есть если мы выпили чашечку эспрессо в девять часов утра, то половина кофеина всё ещё будет в нашей системе к трем часам дня. Четверть жизни кофеина — двенадцать часов. Но вы наверняка встречали людей, которые говорят, «На меня кофе не действует». Отчасти это так, потому что у нас у всех энзимы по-разному работают, которые выводят кофеин, и метаболизм кофеина происходит с разной скоростью в зависимости от того, какие у нас энзимы в каком количестве есть. Но что интересно, Мэтт Уокер сказал, это то, что эксперименты на тех людях, которые говорят, что на них кофеин не влияет, тем не менее показывает, что одна кружка кофе утром приводит к уменьшению количества deep sleep, глубокого сна. Вот в этом видео про фазы сна я рассказываю, что именно deep sleep части сна — это где-то полтора часа из всего времени, когда мы лежим в постели. Эти полтора часа ответственны за то, что мы чувствуем себя наутро отдохнувшими и полными сил. Так вот у людей, которые выпивают кружку кофе перед сном и говорят, что они прекрасно спят, когда мы измеряем активность их головного мозга, мы видим, что они теряют 20% глубокого сна. Это примерно в эквиваленте 25 дополнительных лет старения. То есть ты спишь так, как если бы ты был на 25 лет старше. А я говорила, что чем старше, тем хуже мы спим. Поэтому даже если вы прекрасно засыпаете ночью, выпив на ночь кружку кофе, подумайте дважды. Потому что, может быть, да, вы засыпаете, но, может быть, вы действительно не получаете необходимое качество и количество глубокого сна, которое нужно вам для оптимального здоровья. Это всё, ребята, что я вам хотела рассказать про экзогенные субстанции. Пожалуйста, обязательно делитесь информацией из этого видео с вашей семьёй, с вашими друзьями. Это так важно знать, что происходит, когда мы, например, ту же кружку кофе или бокал вина пьём перед вечером. Единственное, что так же, как и я с вами, я вас прошу не быть prescriptive, не идти с этим месседжем «Зачем ты пьёшь это кофе? Поставь этот бокал, эту бутылку вина на стол». Дело абсолютно не в этом, потому что я захочу и буду пить пять кофе на ночь, пять бокалов вина. Вопрос в том, чтобы просто быть осведомлёнными, чтобы знать, что происходит. Потому что, когда мы знаем, то всё равно… Может быть, сегодня я хочу съесть целый торт и запить это целой коробкой вина, а не коробкой, бутылкой вина. Но в конечном итоге, когда мы информированы, это будет влиять положительно на наше поведение. И наше дело, моё дело — передать это вам. А ваше дело, ознакомившись с этой информацией, передать это ещё кому-то, кто вам важен в вашей жизни. Потому что не забывайте, что когда вы обучаете других, вы лучше всего запоминаете эту информацию. Так что обязательно обучайте других. Вот. Это всё на сегодня, ребята. Все видео, которые я упомянула, мне кажутся очень важными. Я вам предлагаю взять время и посмотреть их. Ссылки будут в инфобоксе. И это всё. Увидимся с вами в следующую пятницу. Всем здорового сна. Пока!